Приветствую вас, а я хотел бы пройти к вопросу немножечко по-другому, с другого, так сказать, угла. Вот вы говорите, значит, что вам не нравится выпивать, но иногда вы выпиваете, и каждый раз себя ругаете. Вы говорите, что он бросал курить, и начинал снова. В семье все хорошо, и в работе тоже все хорошо, но постоянно спорю с самим собой. Знаете, вы хотите бросить курить, хотя это никому не вредит. Ну, серьезно, молча бы. Ну, вы хотите бросить пить, даже не пить, а выпивать. Но это тоже никому не вредит. В семье все хорошо, на работе тоже все хорошо. Курение и ваш уровень потребления алкоголя ни на что не влияет. У вас нет стимула это делать. У вас нет стимула бросать курить, у вас нет стимула прекращать выпивать, потому что это вполне вероятно, что вы выпиваете, чтобы расслабиться. А курить, ну, курить мы, может быть, и бросили бы, если бы для этого был бы какой-то серьезный стимул. Но опять же, опять же, нужен стимул, нужна цель для чего, для чего вам вообще не выпивать. Какой смысл в том, чтобы вообще не выпивать? Иногда выпить умеренное количество алкоголя вполне можно. В этом нет ничего дурного. Тем более, если у вас все хорошо в семье и на работе. С курением ситуация, да, немножко другая, но здесь опять угадываю по-своему. Мы нужны стимулы. Мы нужны четкое понимание для чего. У вас этого стимула нет, и цели у вас нет. Пока вы не поймете, для чего я хочу бросить курить. Я хочу бросить курить, чтобы что. Я хочу перестать выпивать, чтобы что. Почему вам не нравится выпивать? Что в этом плохого? Не пить до потери сознания, да, а именно выпивать. Что в этом плохого? Вот пока вы на себя на эти вопросы не объедете, Вы так и будете ограничиваться тем, что ругаетесь от себя. Вот, хорошо, вам не нравится выпивать. Но вы же иногда выпиваете. Давайте попробуем выделить тогда критерии этих моментов. Что вам и двигает в те моменты, когда вы выпиваете? Почему вы выпиваете, если вам не нравится? Ведь с вами же что-то движет, а потом вы как бы забываете о том, что с вами что-то движет, и ругаете себя. То есть вы, получается, освещаете сам свой собственный выбор. И это уже немножечко другая сфера. Сфера неприятия себя. Когда вы ругаетесь от себя, когда вы спорите с собой, это и есть неприятие в себе определенных качеств, определенных сфер. Это и есть неприятие определенной части реальности, в которой вы живете. И из-за этого возникают внутренние конфликты. И еще неизвестно, что произошло первым. Либо то, что вы рассказываете про алкоголь и сигареты, либо про спор с самим собой. Но, тем не менее, с этим нужно разбираться. Потому что это не так страшно то, что вы курите, и не так страшно то, что вы иногда выпиваете, как страшно то, что вы не принимаете сам себя. Вы, получается, отвергаете какую-то свою собственную часть. Часть своей личности, часть своего я. Это куда страшнее. И я не говорю вопрос, почему? Вы постоянно спорите с самим собой. Зачем? Для чего? У вас все вроде бы хорошо. Так какую цель вы преследуете? Во-первых, если говорить о саморегулировании, то саморегулирование всегда чему-то подчинено. Чему подчинено у вас саморегулирование? Чтобы появился стимул. Чтобы появилось желание что-то делать. Нужна цель. Нужен смысл. Чем больше смысла того, что вы делаете, того, что вы хотите сделать, чем больше смысла, тем более велика вероятность, что вы достигнете этой самой цели. Но вы пока этих смыслов не назвали. Вот если у вас смысл есть, и цели есть, но все равно не получается. Тогда нужно определяться с промежуточными целями, задачами. Тогда нужно стараться работать с волевой сферой. Это немножечко отдельно идет от того, о чем я говорю. Это скорее работа с вниманием, с содержанием внимания и так далее. Выливая сферой. Но выливая сферой невозможно без стимула. Выливая сферой невозможно без цели. Выливая сферой невозможно без смысла. Именно с этим сперва вам определиться. В чем смысл всего того, что вы описали. В чем смысл вашего спора, в чем смысл того, что вы не хотите иногда выпивать. В чем смысл того, что вы бросали курить. Для чего? Вот это основные вопросы, на которые вам нужно ответить. Ответите на эти вопросы. Появятся у вас цели. Вы наполните эту цель смыслом. Да? Смыслами. И тогда, я думаю, у вас все получится. Потому что, ну, если у вас все хорошо в семье и на работе, то я полагаю, что с целью стремленности у вас все будет в порядке. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные остались, буду рад помочь. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.